Сколько стоит самая дорогая в мире конфета и зачем китайцы запустили флешмоб «Съешь лёд»? Обо всём этом прямо сейчас. Не повезло жителям Австралии. На континент обрушился тропический ураган Маркус. Основной удар принял из себя город Дарвин. Скорость ветра в некоторых местах достигает 130 км в час. В большинстве городов не работает общественный транспорт, а почти все авиарейсы отменили из-за непогоды. Людей просят по возможности не выходить из дому. За Мело в Лондоне из-за снегопада и сильного ветра отменили более десятков рейсов. В частности, из-за аэропорта Хитроу нельзя улететь в Эдинбург и континентальную Европу. Сейчас в британской столице идёт снег, а температура опустилась до нуля градусов. Странное увлечение. Пользователи соцсетей из Китая запустили необычный флешмоб. Они грызут лёд и снимают это на камеру. Чаще на видео молодые девушки, а лёд имеет необычную форму или цвет. Такое развлечение началось в китайском приложении, когда многие начали выкладывать ролики с хэштегом «Ем лёд». Почему флешмоб стал таким популярным, остаётся загадкой. В Португалии на ярмарке шоколада представили самые дорогие в мире конфеты. Цена сладкого удовольствия – почти 8 тысяч евро. По словам автора, такая высокая цена вполне объяснима. Для изготовления шоколадного шедевра в форме бриллианта использовались шафрановые нити, белый трюфель и мадагаскарская ваниль. Сверху – съедобное золото, а коробка украшена кристаллами Сваровски. День без интернета. На популярном среди туристов острове Бали на сутки отключили доступ к сети. И всё это из-за Ньепи – религиозного праздника, который также известен как День тишины. На протяжении суток верующие должны отвлечься от обыденных дел, заниматься самопознанием и погрузиться в молитвы. Запрет на использование интернета распространяется не только на местных жителей, но и на туристов. Хакерский провал. Житель Сиднея, называющий себя киборгом и биохакером, вшил в руку проездной, но тот же был оштрафован за безбилетный проезд. Благодаря операции парень может проходить через турникеты, приложив к ним руку. Но он не подумал о том, что в электричках не сможет показывать проездной контролёру, за что и был оштрафован.